Добрый вечер. Добрый вечер, да, господа. Спасибо, что вы пришли на концерт этого замечательного ребенка, такого в наше время редко тобой встретишь, и я очень рада, что я смогу провести сегодня этот вечер. Для меня это большая честь, радость, и вообще в этом году для меня это было большим открытием Анечка с ее творчеством, с ее жизнью, с ее стремлением, с ее мыслью этой жизни. И такое счастье, когда встречаешь таких подростков, и ты понимаешь, что, наверное, значит, все не зря. И, конечно, если таких девочек и таких юных леди будет больше, наш мир станет лучше. Ну что ж, позвольте мне представиться. Меня зовут Анастасия Бусыгина. Я актриса, общественный деятель и просто любитель классической музыки. Спасибо большое. Виолончельное искусство — сольное исполнительство. Довольно новое в музыкальном мире явление. И принято считать, что именно со второй половины XIX века начался выход виолончели в качестве солирующего инструмента на сцену. До этого времени виолончель больше использовалась в качестве басового голоса в оркестре. Родоначальником русской виолончельной школы по праву считается русский музыкант, композитор, музыкальный педагог и директор Санкт-Петербургской консерватории Карл Юрьевич Давыдов. Кстати, нынешний вектор консерватории Санкт-Петербурга тоже виолончелист. И с европейской школы того времени глубокий след в развитии виолончельной музыки оставил чешский композитор Давид Поппер. Одно из произведений, которого вы сегодня услышите в исполнении Анны. XIX столетие оставило в наследство своим потомкам относительно небольшое число выдающихся виолончельных концертов, но которые можно с полным правом считать шедеврами музыки. Это концерты Шумана, Лало, Творчика, тройной концерт Бетховена и двойной концерт Брамса. Ну и, конечно же, концерт французского композитора Сен Санса, который также прозвучит для вас сегодня в нашем вечере. К выдающимся произведениям концертного жанра, солирующий виолончелью, примыкают вариации на тему рококо Чайковска. Периодом расцвета виолончельного искусства по праву считается XX век. Появление в XX столетии крупнейших мастеров виолончельного искусства породило небывалым, которые интерес к виолончели как к инструменту больших художественных возможностей и к виолончельной литературе, как и к интересной и самобытной сфере композиторского творчества. В сфере виолончельного исполнительства возвышается, наверное, по масштабу ударования фигуры испанца Пабло Казальса, Пабло Казальс, многогранная деятельность которого послужила образцом для последующих поколений исполнителей виолончелистов XX столетия. Вслед за ними на концертные сцены вышли его соотечественники, испанец Кассандра, французы Моришаль, Фурнье, Наварро, Тартелье, Жендрон. Вы знаете, я произношу эти фамилии, мне дохочется их произнести правильно, потому что, что говорите, когда я знакомилась с текстом сегодняшнего вечера, я и половина этих именов знаю к своему, ну, не могу сказать стыду, у всех разная стезя, но это так прекрасно соприкоснуться с этим, узнать в своей жизни чуть-чуть больше, быть чуть-чуть лучше. И я очень благодарна школе Екуманово, 150-летие, которое мы празднуем, и в связи с чем сегодняшний концерт. Поэтому я буду вас просить прощения, если я не делаю неправильные произношения, но поверьте, я хомсадис-садис, и мне хочется быть лучше, и я буду. Так вот, это французские были композиторы. Также итальянцы Майнарди, Нигра, Поляк, Велкомирский, Австрийц, Фейерман, Немец, Хельшер, Чех, Садлоу, и американцы Эйзенберг, Роуз, Нерсова, и российские музыканты Брандуков, здесь мне проще, Брандуков, Миньян-Белоручев, Козалупов, Штример, Пятигорский, Гарбусова, наверное, все-таки, видите, как Гарбусова, да, Кнушевицкий и многие другие, наверняка, которых я не знаю, и виолочердное искусство для меня, я сама из музыкальной, среди мой папа, он оперный певец, царство небесное, народный артист, мама-хармейстер, в общем-то, я просто довольно-таки музыкальная, среди мои дети занимаются музыкой, но, к сожалению, всего знать человек, наверное, всю свою узкую специальность не может, но еще раз повторяю, если мы это будем знать, мы от этого станем только лучше. Так вот, во второй половине прошлого века наступил расцвет исполнительского творчества Вагнера, Венгера, Вагнера, Венгера, Штарта, Немца, Пальма, Швейцара, Юнкера, Француженке, Лафран, Фина, Раутил, Датчанина, Бенцена и многих-многих других, музыкантов, которые владеют этим инструментом. И данный перечень можно перечислять наверняка долго, потому и каждый ознакомится с ним сам в силу своего интереса. Безусловно, столь мощный поток первоклассных исполнителей настоятельно требовал от композиторов обширного репертуара, в том числе произведений крупной формы, достаточно серьезного уровня сложности для таких музыкантов и рассчитанных на вместительные концертные залы. Молодые и перспективные вианочелисты, вышедшие в начале 20-го столетия на крупнейшие исполнительские арены мира, буквально требовали от композиторов новой концертной литературы. Композиторы, конечно, не могли не откликнуться на подобный призыв. И в результате поток вианочельных композиций для солиста и оркестра, с которыми сталкивается сегодня любой исполнитель, кажется поистине бескрайним. А количество ярких и запоминающихся произведений подобного рода появляется на протяжении 20-го столетия. С трудом поддается простому перечислению, особенно мне. Ну так вот, сегодня же мы живем уже в 21-м веке, сложном веке, трудном веке, выпавшем на нашу всем долю. Но, что нас, как говорил Антон Павлович, носи свой крест и веру. Сегодня мы живем в 21-м веке, где возможности для лиоланчели не прекращают расширяться. И в этой общей перпенсии мы хотим познакомить вас со всем еще юным музыкантом. Здесь я перехожу уже к деталям нашего концерта. К юным музыкантам. И хочу представить вам... Вы знаете, для меня она выдающийся человек. Для моего масштаба личности это личность выдающаяся. Анна Кфеотель, учащаяся в музыкальной школе Игумнова, 150-летие, которое мы отмечаем. И у Ани такой интересный творческий путь, с таким уже достаточно большим багажом музыкальным. И с победами на этом интересном, трудном. И такой маленький человек, а такой уже интересный творческий путь пройден. И в ее исполнении для нас прозвучат произведения выдающихся композиторов этих двух столетий 20-го и 21-го веков, о которых я уже вам рассказала. Аня, ученица в детской музыкальной школе Константина Николаевича Гумнова, класс преподавателя, почетного работника культуры города Москвы Юлия Александровна Лакиной, лауреат международных всероссийских конкурсов, который, кстати, не только исполнитель, но и Аня еще композитор, что меня совершенно примерно в какой-то восторг, когда Аня играла на одном из концертов свое произведение, которое наверняка она сегодня тоже исполнит. Что еще мне хотелось сказать про Аню? Хотелось мне сказать, что она очень отцепчивый человек, откликающийся на творческие позывы. И мы с ней провели уже два концерта. На одном концерте Анечка была над исполнителем, а на другом конце у нас был тандем творческий. Мы читали «Цвета» и «Альчик» и «Экрана» на «Голочении». Это было тоже поистине какое-то счастье, расслаждение. И, конечно, я не могла сегодня оставить в своем внимании такого чудного человека. Сочинение, которое, произведение, которое сочинила Анна, это «Сюита Бревеси». Я уже слышала, и сегодня Аня, представьте ее вашему вниманию. Также сегодня с Анечкой будет выступать гуран, как Аня сказала, гуран пошел по моим стопам. Это всегда очень приятно слышать. Я надеюсь, что мой младший сын тоже пойдет по стопам старшей своей сестры, Александра Федори, которого мы сегодня тоже услышим. Концерт проводится при содействии Московской государственной картинной галереи народного художника СССР Шилова и детской музыкальной школы имени Игунтова в рамках проекта Департаментной культуры города Москвы по взаимодействию школ искусств и музеев, а также в рамках фестиваля «Игунновские встречи», посвященные 150-летию со дня рождения Константину Николаевича Игунова. Ну что ж, я с древним в душе приглашаю Анючку, а хотя нет, вы знаете, у меня здесь еще есть небольшой текст, если позволите, я вам его зачитаю. Глазунов, Александр Константинович, элегия в сочинении 17, переложение для вианочели и фортепиано. Александр Константинович Глазунов, блестящий русский композитор конца 19-го, начала 20-го века, яркий представитель питерской школы, был педагогом, а позднее и вектором Санкт-Петербургской консерватории. Он, безусловно, занимает заметное место в истории русской музыки. По стилю своих сочинений он примыкает отчасти к так называемой «новой русской школе», но культивирует по существу европейские классические музыкальные формы. Его произведения отмечены яркой аргистровкой, большими гармоническими, и вот здесь, внимание, я сегодня это слово очень долго повторяла, но не обещаю, контрапунктическими мастерствами, тонким своим лилизмом. Однако, одна из них – элегия, которую вы услышите в переложении для виночели и фортепиано. Вообще, по определению, элегия – это камерное музыкальное произведение задумчивого или печального характера. «Элегия» как инструментальная пьеса для любого музыкального инструмента или небольшого ансамбля. Развивалась преимущественно на рубеже 19-20 веков, а пик романтических традиций музыки и нашла свое место в творчестве Ферруччия Бузоне, Эдвина Григо, Габриэля Форре, Жюля Масне, Жюля Масне, Сергея Рахманинова, Василия Калинникова и многих других композиторов романтического периода. «Элегия» Глазунова полноценно вписывается в эту линию, но характеризуется не столько выражением боли и трагизма, сколько ностальгическими оттенками светлой грусти. Как вы хотите, мы начнем, а я потом продолжу, правда? Я тоже так считаю, у меня там много чего вам сказать, но хочется послушать властелина-сучка Анна Феотрева. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 ПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Богослов Мартину Однако на родине он признал национальный классик Прожив большую часть жизни, в вынужденной эмиграции он стал известен далеко за пределами своей страны Его творчеству свойственна широта образного, жанрового и стилистического диапазона В нем сочетаются и провизационная свобода мышления, и рационализм Освоение самых смелых новаций своего времени и творческое переосмысление традиций Гражданственный пафос и сокровенно теплый лирический тон Художник-гуманизм Мартин увидел свою миссию в служении идеалам человечества Искусство — это всегда личность, которая в данном человеке объединяет идеал всех людей Вариации на темы России для вялочения и фортепиана Сочинение 1942 года Блестящая виртуозная вещь, темой которой послужила неувидающая мелодия оперы Россини Моисея Еще в прошлом веке ее прославили вариации боганили Но Мартину принес туда свою неоклассическую стилистику с элементами юмора и чешских народных набегов Вариации на тему России Мартину посвятил своему современнику Известному русскому вялочилисту Пятигорскому Богопомыслу Мартину Вариации на тему России для вялочений и фортепиана Вариации на тему России Вариации на тему России Играет музыка 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 Играет музыка